добрый день подписчики и зрители канала этот ролик будет состоять из двух частей 1 образовался сам по себе по поводу наличия мотоблоки навеска актуальность их наличия в белорусских интернет магазин вторая часть будет про стоит не стоит приобретать утяжелители на мтз зрители в комментариях пишут о том что цены которые я называю своих роликах они не актуальны я их завышаю я их на самом деле цены значительно дешевле все есть доступе и мрл резина стоит 150 рублей они 250 за колесо и мотоблоки не 5 600 3 600 я в комментариях указываю на то что ну так возьмите да закажите раз у вас есть возможность приобрести таблок и навеску по старым ценам вы не отлаживаете это в долгий ящик приобретайте один из зрителей откомментировал что он звонил в авто веломото и все у них есть через буквально на минут 20 я перезвонил в авто веломото магазин интернет магазин вот я вам дам сейчас прослушать наш разговор с менеджером продаж не продаем к сожалению поставщик сейчас ничего не отгружает вот который отгружал на машины колеса не можем предоставить моралов и не было света прошлого года продавались от то индийская резина от дом она почем или сейчас тоже нет ее нет вообще она там по высоте зависимости ну где-то рублей 200 чем-то уже за одну штуку хорошо спасибо а еще по мотоблоком есть что наличие по мтб к сожалению нет только под заказ да там или как да все ясно подскажите у нас купили уже мотоблок ну у меня родни то полно все интересуются у вас просто цены висят как бы одни она на ней актуальны не актуальны или просто вы это не актуально у нас хорошая цена на мотоблоке но там надо их просто ждать сейчас долго ждать что ну как как долго ждать нам ну слушайте от месяца до двух до трех мтб свеемый 3 на 13 сил сколько вот она если заказать она цена изменится или уж если завода командует то будем менять может она поменяться а может не поменяться все это вот настолько в подвешенном состоянии не поняла понял как каком командовали так и будет еще барану нет смысла говорить там уже то на 500 555 рублей они сказали в автовеломото но это пожалуйста цена есть картинка есть а товара нет пожалуйста если у вас есть возможность приобрести мотоблок за 3 600 3 700 бегите покупаете не отлаживайте в долгий ящик вы его продадите потом за 4 еще в наваре останетесь за 5 продадите взять магазин 21 век по моему я ну посмотрите сами 5 600 насколько я помню вейма 13 мтз мотоблок мр ловские шины 150 много где висит и висела ну так возьмите купить потом за 200 продадите с руками торвут за колесо вот ради давайте для чистоты эксперимента сейчас я еще позвоню тоже хвалится своими наличием товара белфермер примеру магазин у них также белфермере мотоблоки цены и даже на любой резине и на любой также указаны цены все время заняты похоже отгружают товар по низким ценам добрый день подскажите мтз мотоблоки вас есть наличие нет нету вообще нету или бу появятся может ближайшее время а с каким мотором ну мне вообще интересует вейма 13 13 сильная ну или вообще а какие что могут появиться какие появятся а есть 4 500 наличие спасибо а скажите резину вас правы продаете резину мр ласку не туда скажите картофель и картофель и копалка от мтз я нет этого про мотоблок говорит докупить можно вас картофель и копалку сморгонского нету просто на вас так она на сайте у вас висит вы просто не снимали позицию а 4 как еще раз вейма 13 на 4 600 до 4 500 доставка пара б 35 40 рублей зависимости от того куда вам все спасибо большое ну вот 4 500 это не 5 600 согласен это не 21 но хотя бы вот чудом по и в наличии оказался мотоблок если его сейчас заказать не окажется ли что его нет надеюсь что нет если вот кому надо актуальная информация 4 500 вейма на 13 сил прекрасный мотоблок мощный двигатель советую вот и все по остальному 3 600 3 630 красная цена ну пожалуйста покупайте позвонил фирменный магазин мтз пока наличия нет ну вот и все а когда появится сколько он будет стоить вот есть интересный момент когда-то давно я смотрел новости о том что какая-то женщина закопа заказала товар он отображался через заказала через корзину его цена была 2 копейки там что-то дорогое заказывала на а цена 2 копейки и потом подала в суд и вроде даже выиграла суд я не знаю если ты когда заказываешь товар через корзину ты получается как заключаешь договор с магазина и они обязаны тебя предоставить этот товар за эту цену которую ты заказал ну тогда сейчас можно неплохо так и приобрести с того же автовело мото там у них в наличии все висит бел фермер тоже можно заказать через три месяца за придут по тем ценам я сомневаюсь конечно насчет сморгонского фирменного магазина я уже в каком-то ролике упоминал что один из зрителей заехал магазин в продаже была по моему барана лукакушник и веема 13 сильная с вывеской продано в сморгонском фирменном магазине не было товара никакого ну кроме конечно запасных каких-то частей один из зрителей пишет 3 800 позвонил цена на колеса 150 рублей еще и кредит под пять процентов годовых шикарно надо брать надо срочно брать ну на этом закончим по интернет магазинам спасибо зрители откликнулись на мою работу с землей оказывается нас должен быть и зазор в горизонтальной плоскости должна люфтить сцепка я прям поджал там что она там пару миллиметров только двигается надо сделать зазорчик увеличить также я не был знаком с принципом работы землей в свал и в отвал просто незнаком как оказалось по осень не делают в развал а по весне в свал ну как то так надо изучить эту тему более подробно все комментарии прочитал надо еще раз перечитать это уже подзабыл за информацию спасибо также я говорил о том что немножко не хватает весу мотоблок мотоблока это так хотел я давно приобрести утяжелители все искал их новые хотел заказать они там что-то сумасшедшие тоже там или 200 или 250 я не знаю последнюю цену что я еще до подорожания видел она была 200 рублей сколько сейчас утяжелители стоят новые не знаю все куфор перекапывал искал 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 был хороший вариант проворонил я по шинам и дискам сразу большая резина вместе с дисками шла за 250 рублей но хорошая цена была очень хорошая перехватили у меня также в полоске продавались за 150 рублей утяжелители белорусских рублей все это белорусских рублях также проворонил их но по итогу вот купил повезло купил за 100 рублей уже утяжелители советские еще но без центрального отверстия хозяин утяжелителей пожаловался на то что у него китайский мотоблок и утяжелители сломали ему коробки видно совсем дешевый мотоблок совсем дешевая коробка ну навесил чтобы я не знаю я не уточнял какие именно работы он проводил но навесил он на колеса утяжелители и оказалось что коробка сделаны из силу мина вот имеется ввиду что покупая что-то очень дешевое не на не стоит рассчитывать на какую-то долгую работу и возможно кому как повезет вот мои утяжелители я не знаю что с ними хозяин хотел сделать они были пропалены 100 пытались их пропалить сваркой потому что все было засрано и также с этой стороны со второй было все порезано шлифмашинкой прям такие порезы но это не на этом на втором сильные очень порезы были то ли думали что там внутри золото пилите шура гири они золотые в общем пришлось мне их слегка подремонтировать подварил я подшлифовал и здесь просто из-за того что там совсем некрасиво было неэстетично сварку солярисовый 227 поставил нарезку и наплавил внутрь металла а потом обварил все это стал он теперь не 16 килограмм на одном из них маркировка где-то было стало не 16 килограмм а уже наверное 16 500 вот маркировочка 16 килограмм с небольшим уже тоже самое почистил отшлифовал подварил чтобы эстетика была на лучшем уровне есть утяжелители с еще с центральным отверстием здесь эти пока что просто здесь 4 у моих родных уже идут только два отверстия здесь еще четыре и также четыре резьбовых отверстия уже в том то что сейчас они делают уже только два под резьбу сейчас буду их устанавливать также приобрел я пруд хотел болты купить на болты дорогие купил китайский пруд с резьбой здесь требуется м10 шпилька я думаю вполне это сгодится примерно отмерял понадобится около 10 сантиметров надо сейчас смажу все вы дышкой отверстия хоть и глубокие но в резьба вкручивается только где-то на один сантиметр максимум может и стоило покупать болты потому что это нет я не знаю насколько правильно будет ездить с утяжелителями скорее всего это лишняя нагрузка может имеет смысл и каждый раз снимать а тогда будет постоянно шпильки то торчать скорее всего я сейчас их вкручу на максимум замерю длину точнее одену утяжелители натяну их гайкой прижму и возможно в будущем обрежу по шляпку и приварюсь гайки и получится вместо шпильки болт именно того размера который мне нужен отдельная тема по очкам обязательно используйте для защиты глаз очки потому что сейчас придется шлифкой резать я к этому относился хотя сам и на заводе работают и без даю относился к этому как-то так достаточно пофигистически хотя я прекрасно понимаю что такое техника безопасности и как получилось дело тоже что я наделал ограду и там работы-то проводил какие-то минимальные там подшлифовать скорее всего что-то надо было шлифовальным кругом и подшлифовал и ладно и все да и все нормально потом пришел на работу что-то с начали слезы слеза с глаза течь текет и текет но думал может так устал в ночь пришел на работу мало ли чего на том течет от усталости или еще чего-то это подозрительно долго крутится к утру у меня слезы уже текли не слеза с глаза текла не переставая посмотрев в зеркало и обнаружил то что окалина отскочив попала и при прикипела к глазу вначале резьба накручивается из-за того что резьба слабенькая китайской шпильки этой чертовой дальше она срезается слизывается и уже вкручивается до почти до упора ну бог с ним пускай крутится до упора мне не жалко рабочая часть будет только первый сантиметр и продолжаем с трудом до досидев до конца рабочей смены полетел в больницу а это было еще к тому же воскресенье приехал разбудил там всех и 8 утра не еще спят на рабочем месте интересно как бы на на заводе можно было пришел и спать лег захожу там я вам не помешаю ну как вам сказать с таким отношением офтальмолога которая должна была дежурить уже ушла офтальмолога которая на ее смену должна прийти пришла наверно только к часам к десяти а я приехал к полдевятым ну с ночной смены сразу приехал до восьми работы утра закапала она мне обезболивающее и через прибор смотрела иголкой от шприца от обычного извлекла мне окалину и вышкребла потом вышкребла мусор который от окалина остался поехал я домой мне до от больницы до дома почти 10 километров я даже пару раз на обочину съезжал настолько болезненно было были боль была настолько сильной что не мог машиной управлять и потом еще вот сколько там времени не понадобилось себя прийти пришлось еще купить дорогие лекарства какой-то гель какие-то капли еще в общей сложности рублей 40 потратил на лекарства а все из-за того что поленился на об этом чуть-чуть подрезать надо боль подшлифа шлифануть капелюшечку и даже не почувствовал как окалина залетела в глаз потому даже на три секунды там на совсем чуть-чуть отвернувшись или закрыв глаза не работаете одеваете очки мало того что дорого так еще если не дай бог что с глазом случится это беда можно жить без руки без ноги без глаза или без головы жить уже вряд ли получится жить в темноте пуску подлинная если кто из молодых зрителей не понимает что я делаю я две гайки отдел так как эта шпилька вкрутить ее нет возможности две гайки двумя ключами зажимаешь друг друг друга и получается как рабочая шляпка и уже вкручиваешь можно было это сделать на конце сама шпилька прогибалась бы недостаточное усилия слишком эластичная потому при это делать надо вблизи отверстия там вот так приходится долго выкручивать обрел я сразу шайбочки и гравера не откручивалась ничего он теперь можно обрезать шпильку безопасность глаз я вам уже сказал вот последующим если понадобится если захочу полностью выкручивать то можно просто в этой месте сваркой запаять теперь уже можно заранее одевать гравер и шайбу чтобы потом не скручивать две гайки только одну напомню что отверстие глубиной в три сантиметра резьба сделана только первый сантиметр можно метчиком брать и протачивать самому дальше в заводском утяжелителе лучше его немного прокрутить чтобы с ближайшей части подрезать так будет немного поудобнее если заранее все одеть что потом эти гайки не скручивать заводские шпильки гайки гравера конечно посильнее чем китайские опять же наработка опыта второе колесо насколько быстрее даю все первое все скручивал все тут само уже приходит понимание понимание того что нужно делать неудачно обрезалась вот так мой мотоблок приобрел утяжелители пришлось и конечно доработать но это мелочи ту стоимость сколько они стоят сейчас насколько я их приобрел потратил я на доработку до шлифовку часа два смотрите если сварка можно делать можно покупать любые нет сварки тогда сложнее думал свинцом залить свинца не нашел так можно было вообще свинцом залить как посоветовали мне сделать зазоры я их наоборот убрал оказывается надо до сантиметра чтоб люфтило попробуем создать а тут получается что дальше резьбы то нету на болтах гайку к просто до упора вы вкручиваешь и все подножку убрать тяжелитель я поставил сейчас проведу полевые испытания посмотрим как с большим весом и с подсказанными настройками чтобы люфтило подвеска по горе сцепка по горизонтали насколько это облегчит труд фермера крестьянина то есть меня что не сильно вначале разобрался свал отвал бог пока еще опять же нарабатываем опыт по грузам на фоне предыдущей работы стало легче не скажу что это вы стало прям все сама сам пошел отпускает как вот писали что со сам пашет нихрена он сам не пашет надо еще опять же я не говорю что вода блок плохой просто надо надо настроить его все равно вправо ведет его по какой-то причине отпустил я сцепку стала на немножко гуляет туда-сюда где-то сантиметр в общей сложности набирает но все равно вправо ведется но надо упираться тут на я так понимаю что настройки надо еще самого плуга угол наклона его как-то подрегулировать утяжелители тема рабочая покупайте ставьте имеет смысл мотоблок легче идет он по своим массой бы лучше вгрызается в землю но само все равно ничего не происходит все надо помогать им утяжелителем не осталось только покрасить создать им эстетический вид и все обошлись они мне 100 рублей на этом все